Вопросы, которые рассматриваются под хадисом номер 309. Первый вопрос. Шукмут Таслим. Каково постановление давать салям в намазе? Говорит Захба Джумур аль-Улема и лам на таслим рухну в Минаркане сала. Большинство ученых считает то, что давать салям в намазе является одним из столков намаза. У вас тогда любят хадис Али, разъяллаху, анукаль. В довод они использовали хадис Али имна Абиталиба, который сказал То есть запрет намаза это такбир, а разрешение намаза это салям. Имеет ввиду, когда ты делаешь такбир, тебе становится запрет на все, кроме намаза. А когда ты даешь салям с намаза, тебе становится разрешено на все, что было запрещено в намазе. Говорит Шейх Муаммад Хизам, этот хадис приводит Абудава, это также тирмид Ибнумаджи и Ахмад. Но в веснае этого сообщения Абдулла ибнум Мухаммад ибнум Атыль. Мухталя фунфи, относительно него есть разногласия среди ученых. И более правильное мнение, что он слабый передача. Но все равно этот хадис является хорошим. За него свидетельствует, за правильность его свидетельствует действие пророка. Потому что пророк, саляму, всегда начинал намаз с такбира и заканчивал его с таслима. И продолжал такое делать до конца своей жизни, то есть пока не умер. И так же Ибнум Хазам привел в довод на первое мнение, то есть то, что таслим является рукным в намазе. Так, хадис ибнум Масуда, относительно сажда сагу. В нем приходит фальютим фалатагу суммы юсалим суммы язжуд сажда тени. Пусть он завершит свой намаз, потом даст салям суммы язжуду сажда тени. А потом, что? Совершит два сажда. Так, это первое мнение относительно этого вопроса. Второе мнение в этом вопросе, которое придерживала целую группу ученых по сирху Ильанну Ла Яджиб. То, что давать таслим в намазе необязательно. То есть читаешь сашхуд, читаешь салават, встаешь и уходишь. Понятно ли нет? Говорит, Но разрешено ему выходить из намаза любым действиям, которые противоречат намазу. Как, например, Как, например, можно покушать или попить, или поговорить, или испортить омовение. Так, то есть одним из этих способов можно выйти из намаза и необязательно, что давать салям. И это мнение Хакама, а также Хаммада, а также Суфьяна Асаурии, мнение Абу Ханифы и тех, которые за ним последовали, а также Аузаи и Исхака. То есть довольно немаленькое количество ученых так придерживается мнения о том, что салям давать намазе вообще необязательно. Исходя из этого разногласия, в чем строится, то есть, допустим, плоды разногласия, в чем можно упомянуть. Например, человек сделал, прочитал атакияд, прочитал салават и так далее. Так, но перед салямом испортил малое омовение. Исходя из сторонников, мнения сторонников первого мнения, так, что получается, что его салям недействительный, а его намаз недействительный, надо вставать, идти, надо брать малое омовение и заново начинать намаз читать. Понятно ли нет? А исходя из чего? Из мнения второго, его намаз действительный. Его намаз действительный, так как он сделал все, что надо. Прочитал атакияд, все сделал, все сделал, поясные земные поклоны сделал, тахияд, прочитал. Так, осталось просто салям дать, не успел салям дать. Так, испортил что? Малое омовение. Говорит. И в довод на свое мнение, в предельце второго мнения привели хадис Абдуллах ибн Амр ибн Аса, от пророка, где сказано, из-за ахдаса ахадукум, если один из вас испортил малое омовение, в это время он уже сидел в конце намаза, перед тем, как дать салям, то его намаз действительный. Вот такой пришел хадис. Так, этот хадис приходит у имама Сирмизи, но в его иснаде, в передаче, к поимене Абдулрахман ибн Зияд, аль-Ифрики, в его заисти, он является слабым. И к тому же еще запутался в иснаде этого хадиса. Говорит, что этот хадис пришел от пророка, салям, очень неправильно. Еще может быть, то, что он маукуф, то есть достоверен со слов Абдуллах ибн Амр ибн Аса, но не со слов пророка, салям. На самом деле он слаб. Этот хадис слабый, как марсуан, так и маукуфан. Так, как от пророка, салям, так же и от Абдуллах ибн Амр ибн Аса. В али-Ифрики ла ютамат аля маян-фариду биги, интага. И говорит Абдуллах ибн Зияд али-Ифрики, то есть кто говорит ибн Раджик, на него нет, на него не нужно полагаться в тех хадисах, в которых он передает этот хадис один-единственный. То есть если никто его не поддерживает, в передаче хадиса, то он не доходит до уровня того, чтобы на него можно было основываться и полагаться. Говорит, значит, этот хадис какой? Славый, этот хадис слабый. Дальше. И использовали в довод слова ибн Асхуда. То есть после того, как он упомянул Асхуда, сказал, из-за культа хада, если ты это сказал, то и что? Асхуд. То ты завершил свой намаз. Если хочешь вставать, то вставай. А если хочешь дальше продолжать сидеть, то сиди. Но, говорит, эти слова ибн Асхуда не являются доводом за второе мнение. Но ибн Асхуд имеет в виду, что в этом хадисе. Но осталось тебе еще сделать салам. И указывается такое понимание слов ибн Асхуда, другие слова ибн Асхуда, которые он сказал в книге аль-Аусад у ибн Аль-Мунзира. Намаз начинается с Акбира и заканчивается с чего? Саляма. Понятно или нет? Говорит. И поэтому правильным мнением в вопросе является мнение большинства ученых. И один Аллах лучше знает. То есть о том, что салям дать является чем? Рукном. То есть толпом в намазе. Имей в виду один салям направо. Один салям направо. То есть про второй салям налево, это придет в следующем вопросе. То есть толпом в намазе является что? Дать один салям направо. Если ты так сделал, то твой намазы действительно. Если не сделал, не дал салям направо, хотя бы так, хотя бы, тогда твой намаз является неизвестным.